Денис, приветствую тебя. В очередном совместном разборе, фундаментальном и техническом, анализируем с тобой совместно то, что происходит на финансовых рынках, стараемся найти самые интересные инвест-возможности и друзья с вами ими поделиться. Рынки, безусловно, очень интересные, бьем рекорды по многим финансовым активам, чего стоит только золото, как вот мы с тобой в принципе круто определили неизбежность продолжения вот этого восходящего тренда по золоту, которая в принципе и даже сейчас, хоть и дало небольшую коррекцию, она настолько символична, что я почти не сомневаюсь в том, что восходящий тренд будет продолжен. Я предлагаю перейти тогда к демонстрации обычного стола, секундочку. Так, наверное, уже все видно, да? Да. В целом, что хочется отметить по золоту, то что этот инструмент сейчас остается крайне предсказуемым с точки зрения его дальнейшего анализа. Золото действительно пользуется бешеным спросом, учитывая то, как быстро в него текут деньги, они будут течь из-за того, что с каждым днем доходность американских облигаций, их реальная ставка все ниже и ниже, и с каждым днем все больше сейчас уверенности в неизбежных мерах Конгресса США власти американских под дополнительным мерам экономического стимулирования. Сейчас, конечно же, очень трудно ориентироваться на какие-то значения на золото, потому что мы на исторических максимумах. Вот у тебя была, я помню, интересная идея в честь 2020 года, ориентир 2020. Мы его действительно очень хорошо сделали и пошли выше. Я думаю, что если привязываться сейчас к какому-то новому значению, можно лишь брать в расчет круглые числа 2100-2200 и вспомнить еще прогнозы ряда инвестбанков. О них я говорил на своих аналитических брифингах. Это и Citi, JP Morgan и Bank of America. Там они ориентируются как минимум на 2200. Поэтому, друзья, если вы держите длинные позиции, если вы так же, как и мы, верите в то, что золото будет... Ну, я скажу за себя, потому что вполне возможно, Денис, что у тебя что-то поменялось после того, как эти цели были сделаны. Если вам интересно золото с точки зрения покупок, я их тячески поддерживаю, то можно как раз поглядывать на значение 2100 и повыше. Сегодня, Денис, с твоего позволения, давай сделаем акцент на британскую валюту, потому что, учитывая, что за мной фундамент, нужно коснуться фунта, ведь только что, несколько часов назад прошло заседание Банка Англии. Это, пожалуй, важное, фундаментально важнейшее событие этого дня, если не быть подробностей по пакету фискальных стимулов со стороны США. По решению по ставке, оно, разумеется, как и ожидалось, ставка без изменений, программа количественного смещения тоже без изменений. Я искренне рассчитывал на то, что сегодня будет создана очень хорошая возможность для таких тактических позиционных продаж британской валюты, потому что думал, что Банк Англии точно будет говорить о сохраняющихся понижательных рисках, ухудшении ситуации в целом экономической, учитывая то, что 5 миллионов человек снова под повторным карантином на севере Англии, то есть вторая вспышка выходила себе до них. И мы помним еще серию отчетов, ранее тоже там были к ней вопросы. Но британский регулятор решил, что в экономике все замечательно. Исключительно оптимистичные комментарии о том, что все будет здорово в третьем-четвертом квартале, через год вообще выйдут на прежние экономические показатели по росту. Самое главное, что Банк Англии сделал конкретное заявление. Не видит никакой целесообразности и необходимости в снижении ставки до отрицательных значений, собственно, так же, как и нет необходимости сейчас менять программу количественного смягчения. Вот на этом британская валюта сегодня стрельнула вверх. Хай составил 1,3182. Я думаю, что это даже хай уже вот с чуть ли... Да, это мартовские значения. В начале марта мы это видели. Сегодня я предлагаю сделку. Раз уж у нас нет причины сомневаться в том, что фунт будет реагировать на ту же самую слабость доллара, как и прочие рисковые инструменты, и здесь нет никаких фундаментальных национальных предпосылок для его слабости. Можно присматриваться к дальнейшим покупкам. Я бы рекомендовал делать это в случае коррекции с уровня 1,3090. Ну а цели в этом случае, конечно же, уже новые перехаи и движение выше отметки 1,3250. Но думаю, что все-таки коррекция какая-то должна разразиться. И еще можно посмотреть, учитывая, как активно продолжает расти нефть на опару доллар-канадец. Сейчас котировка 1,3283. Поскольку нефть продолжает игнорировать все, что могло бы стать причиной для распродаж, только что находит в общем новостном фоне факторы для собственного роста. Исходя из таких ожиданий того, что нефть все-таки выйдет на новые локальные максимумы, конечно же, канадец будет интересен больше для покупок. Тем более, как я уже отметил, сейчас есть еще причина сомневаться в благополучии американской валюты. Мы сомневаемся, в принципе, в ее благополучии уже долгий период времени. По индексу американского доллара, вот 92,86 сейчас в моменте. Я думаю, что 92 мы очень скоро сделаем. И темпы, опять же, последующего снижения доллара будут зависеть, опять же, от того, насколько быстро Штаты согласуют новые меры фискальной поддержки. Поэтому здесь, с одной стороны, причины для распродаж доллара, и, с другой стороны, возможность поставить на укрепление канадца из-за того, что цены на нефть восстанавливаются. Тем, кому интересна сделка доллар-канадец, я бы попробовал сейчас порекомендовать дождаться, возможно, локального роста в район отметки 1,33-1,3310. Это буквально 20-30 пунктов. И оттуда уже шортить с целями ниже 1,32. Денис, передаю слово тебе. Так, хорошо, слово взял, демонстрацию стало, настроил. Так, отлично, друзья. Ну что ж, касательно... Тоже внесу небольшую свою лепту. Касательно фунта, я абсолютно согласен, Артем, с тобой, что фунт продолжит у нас, ну, как минимум, локально еще подрастать. Хотя я склоняюсь лично к версии того, что у нас уже вот-вот буквально назрела коррекция. Вот, и, следовательно, по фунту у нас есть очень неплохие возможности. Вот до даже одной-второй маржиналки, думаю, цена без особых усилий дойдет. Но здесь меня гораздо больше интересует вот такой сильный диапазон. Я его озвучивал в прошлый раз. Это 1,32-1,3280. И огромный открытый интерес, который сейчас по аукционам взял на текущем месячном контракте, который экспирироваться уже будет завтра, это 1,3260. Поэтому я лично считаю, что где-то в район 32,50 цена все-таки может добиться. Никаких признаков кульминации по фунту у нас не наблюдается. Поэтому схематично я его показал вот в таком виде. То есть добой в район 32,50, а затем могут уже сходить на гораздо более глубокую коррекцию. Потом, да, в дальнейшем раскладываем еще на продолжение роста, но это уже такой средний срок будет чистый. В данном случае это пока на ближайшие, ну, где-то до конца августа. То есть такой краткосредний срок, можно его так называть. Все-таки думаю, что действительно вверх добьют. Ну, а потом мы пойдем в очень неплохую коррекцию. Уровни коррекции еще буду уточнять, потому что у нас и попутно здесь будет очень неплохая поддержка в районе 1,30 и 1,29. То есть дойдут сюда или не дойдут, это уже другой вопрос. Но вот 1,30, я думаю, что цена, тем более здесь у нас в страйке следующего месяца находится, следующего месячного контракта, думаю, сюда именно цена добьет. Поэтому где-то под 250 пунктов взять будет весьма неплохо. Вот, такое мое мнение сейчас по фунту. Ну, и касательно канадца. Значит, по Канаде я считаю, что пока еще покупки немного рановато совершать. В целом у нас, да, действительно, зона практически уже цена дошла. 1,31,51, даже нет, 31,30 и 1,32 – это диапазон сильнейшей мощной зоны поддержки. Я более чем уверен, цена на нее даст реакцию. Тем более, в рамках канала сейчас цена красиво движется вниз, скопление нескольких маржиналок, скопление также здесь вот открытый интерес начал прибавляться. Причем это у нас в текущем даже контракте, который завтра фактически истекает. Поэтому я думаю, что попытаются или сегодня, или завтра еще сделать выброс вниз по Канаде. Ну, условно назовем это там 31,5-1,32. И отсюда уже сделают достаточно, ну, не то чтобы прям сильно глубокую, но более-менее значимую коррекцию там хотя бы пунктов на 150-200. То есть я больше все-таки за вариант добоя, потому что с текущих, ну, у меня очень большие сомнения, что с текущих могут реальный отскок сделать. Хоть вчера и попытались такую внутреннюю небольшую кульминацию сделать, но объемов пока еще для полноценного разворота здесь недостаточно. Вот, очень часто с одного фикса цены разворачиваются. Я об этом говорил и на вебинаре в своем понедельнике, и с тобой мы тоже сколько раз в этот момент проходили, что цена с одного фикса, она гигантская редкость, просто огромная. В основном происходит техническая коррекция, ретест. И с ретеста уже можно будет рассматривать и поползновение на разворотку. Вот, как минимум, хотя бы такую откатку. Поэтому я в основном распространяю, что все-таки вниз еще добьют, поэтому в него еще не вхожу. Касательно золота, да, цена у нас очень красиво взяла как раз те диапазоны, которые указывали в прошлый раз. Как ты уже говорил сегодня, символично будет взять цену 2020-2020 году. Собственно, это и сделали даже чуть больше. 2055, да, 2055 взяли как раз вчера. Я думаю, что на этом, собственно, предел, точнее не предел. Почему? Потому что смотрю на вливание, которое происходит, у нас вообще на следующий месяц открытый интерес по опционам вообще перескочил очень люто. На 2179. Если окружить, в общем, 2180 уже открытый интерес у нас стал на последующем месячном контракте. То есть он просто растет на дрожжах, можно сказать. Поэтому здесь такая ситуация, с одной стороны, с текущих уровней покупать, оно крайне опасно. С другой стороны, чтобы купить, нужно хотя бы более-менее коррекцию видеть. Я вот так, скрипя зубами, сегодня совсем таким маленьким лотом продал от 2050. Здесь такой очень-очень слабый был сигнал. Ну, посмотрим, возможно, вообще закрою там плюс один пункт и выйду с него. Потому что зубами, ну, крайне, конечно, риск продавать, это мега-рисковая затея. Вот. Но для того, чтобы купить, это лучше всего где-то коррекцию в районе 2020 увидеть, приблизительно вот в этот диапазон. А с него уже можно будет, сейчас его отмечу, вот, а с него уже можно будет рассматривать непосредственно сигналы на покупку. То есть, как по мне, то вот сюда откорректироваться цена все-таки может. Не обязана абсолютно, она может из текущих улететь вверх, но все-таки коррекцию хотелось увидеть и затем вот на 2100. Пока не буду далеко наперед загадывать. 2100 – это у меня такой ближайший будет ориентир. Ну, собственно, по нему уже буду двигаться. А так, в принципе, касательно вот основных инструментов, ну, практически везде у меня, если честно, видится добой. Это больше связано с тем, что по индексу бакса, я думаю, что цена сможет еще прогуляться ниже. Вот. И это была как небольшая такая остановка с целью заманить как можно больше игроков, то есть, рыночных участников в рынок и красиво дополнительную влить ликвидность. Вот, друзья мои. Поэтому, смотрите, крайне такая вот ситуация уже пограничная становится, поэтому по фунту пока не спешите с продажами, только в этой зоне их можно будет рассматривать. Точно так же, как и Канада, не спешите с покупками, пускай лучше зайдет внутрь диапазона. Здесь я никакой лимит не ставил, буду смотреть непосредственно по реакции, потому что может и на 31.50, на самом деле. В общем, диапазон есть, ждем реакцию и работаем уже по факту наличия сигнала. Спасибо тебе, Денис. Традиционно остается только следить. Подведем итоги и посмотрим на новые возможности, которые предоставят рынок уже на следующей неделе, в следующий вторник. Тебе традиционно классного закрытия результативного недели и хороших выходных. Да, спасибо, Олег. У тебя тоже отличный выходных и до вторника. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok